Здравствуйте! Сегодня приготовим очень вкусный и полезный обед. Почему полезный? Потому что готовить будем в медленно варке, где сохранятся все полезные свойства продуктов и будет у блюда насыщенный вкус. Мясо у меня сегодня свинина, она постная, поэтому я буду использовать в приготовлении оливковое масло. Сделаем специи, соединим перец молотый, соль у меня морская, сахар, добавим зелень у меня укроп и я буду использовать уже готовый сбор итальянской приправы с чесноком. Пряности сюда вы можете взять по своему желанию, какие нравятся. Все это я хорошо перемешаю, можно воспользоваться как я ступкой, можно просто в тарелочке. Добавлю масло, 3 столовые ложки, у меня масло идет на это количество приправы. Хорошо перетру и эта заправка у меня пойдет для того, чтобы намазать мясо картофель. Мясо я нарезаю вот такими кусочками, ну собственно кусочки могут быть разные, как нравится, как и мясо тоже можно взять любое. Нарежу овощи, готовить в медленноварке я очень люблю, так как здесь процесс приготовления совершенно не контролируется. Достаточно поставить программу, а температура и керамическая чаша не позволят блюду пригореть. Если вы будете использовать этот рецепт для приготовления в духовке или на плите, то рассчитывайте время, исходя из пропорции 1 к 4. Если я буду готовить 4 часа, то на плите понадобится 1 час. Кастрюля же должна заполняться продуктом минимум наполовину, максимум на 2 трети объема. Если продуктов будет менее половины объема кастрюли, то они будут готовиться быстрее, чем это требуется. Если же заполнить более 2 трети объема, то будет происходить неравномерный прогрев блюда из-за отсутствия достаточного места для пара. Не стоит также часто заглядывать под крышку медленноварки. В идеале крышку лучше вообще не открывать. Моя медленноварка имеет 2 режима, минимальный и максимальный. Это блюдо я готовлю на максимальном режиме 3 часа, на минимальном 6. В мультиварке его можно приготовить за 40-60 минут. Блюдо, приготовленное в медленноварке, имеет более насыщенный вкус. Немаловажно это сохранение полезных элементов и витаминов, многие из которых при обычной термической обработке при 100 градусах разрушаются. Такой прибор экономит время хозяйки, не нужно караулить сковороду или кастрюлю. Здесь достаточно загрузить продукты, выбрать программу, закрыть крышку и поставить таймер, а потом наслаждаться вкусным, ароматным и полезным блюдом. Такое длительное приготовление не приводит к большому расходу электроэнергии, так как мощность медленноварки, лично моей медленноварки, всего лишь 200 ватт. Это блюдо также можно приготовить на режиме томления в мультиварке. А я желаю вам приятного аппетита и всего самого доброго!